Всем привет! Очень много на данный момент поступает сообщений, звонков о том, как содержится Акела, какое у него содержание, условия. И все пишут, ну, большинство пишут, что дай ему свободы, мало места. И кто не понимает, что вот этот вольер, который был построен летом для него, здесь получается 3 на 6, это 18 квадратных метров. Ну, конечно, это недостаточно для волка, для собак это комфортно, а для волков это очень мало места, но живу по возможностям, поэтому вот такое содержание, я не сказал бы, что оно плохое какое-то, содержание идеальное на самом деле, но места, да, маловато. И очень много звонков таких по поводу спонсирования. Звонят люди добрые, хорошие, говорят, вот, я тебе там дам денег, давай там участок, ну и так далее, там, часть денег, кто сколько там может, суммы предлагает, свой счет давай, говорят, и я тебе скину денег. Ну, так как я не принимаю деньги, и вообще, ну, это мое животное, я сам за него должен отвечать. Но тут очень много таких людей оказалось, кто звонил, говорил, что поможем и на волчицу полярную. Поэтому я решил создать проект, благотворительность, сборе денег на участок, 6 соток, который будет стоить от 400 до 500 тысяч. И, конечно же, забор, сетка, решетка, укрепление, вот это все-все-все. Ну, будет делаться, как в зоопарке, более естественным условием, чтобы было. И, конечно же, ему приобретем волчицу на собранные средства. Волчица тоже стоит примерно около 300 тысяч. Забор, там, сетка, решетки, всякие ограждения, это будет стоить тоже в пределах 400-500 тысяч все. И того больше миллиона выходит. Ну, создадим проект, точнее, создаем уже проект, будут донаты, будет сбор средств. Сейчас я вам пойду, покажу этот участок, который будет покупаться для него. Ну, конечно, если деньги соберем. И, я думаю, все люди, которые вписали, те, что будут мало места, передали, хотим свободу, покажут делом свои вот эти слова, которые они говорили. Вот дом, гараж, вот здесь вольеры, вольеры. Вот здесь Акела у нас, он ест уточку, ест уточку у нас. Акела, красивый ты? Красивый. А участок, который собираемся покупать за счет средств, собранных благотворительностью, он находится прямо вот где дом и гараж, вот там, вот где вот эти березки растут, он прямо за забором находится. Сейчас мы туда пойдем и покажем вам. Смотри, он старый вольер, в котором волк содержался изначально. Вот мы его месяц назад перевели в новый вольер, и людям все равно не нравится это все. Идем дальше. Снимай, снимай, прям вот так идем сейчас. Прям вот сзади дома, участок свободный. Здесь не провалишься? Не знаю. Ну, 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 аккуратно. Я не пройду. Снимай. Снимаешь? Да. Наш дом. Да, вот дом. Прям получается, вот он этот участок. Сними его, чтобы... Давай я застану. Вот он участок. Вот получается дом, гараж, который он показывал. И вот там вольеры сразу же. Иди-ка. И вот здесь 6 соток. Отойди. Здесь 6 соток, получается. Вот где трубы стоят. Ну, почти вон до зеленого, до столба. Вот здесь будет 3-метровый, 3,5 метра забор. Вот это, получается, 3 метра. Здесь повыше будет. Толще. Снутри сеткой будет. Здесь все загорожено, чтобы не видно было ничего. И там уже будет вход с той стороны. Там уже заходишь, потом сетка такая будет, чтобы люди могли зайти, посмотреть на них. На волков. И здесь еще, конечно, посажу, наверное, деревьев, не знаю, штук 10 точно. 6 соток здесь. Вот на этот участок будем собирать средства. Примерно нужно на все про все. Там около миллиона. Чуть больше может. Но там, если что, я уже со своих денег накопленных буду добавлять. Желающий помочь на этот проект, переходим в описание под видео. Там будет написано сбор средств на участок. Кликаем ссылочку и скидываем денежку. Отличившийся, вот мне звонили люди, которые хотят помочь хорошую сумму скинуть. Они, конечно, будут опубликованы во всех моих соцсетях. Это Instagram, YouTube. Буду лично с ними знакомиться. И, конечно, отдельная будет благодарность. Каждый месяц я буду вести отчет, сколько собрано денег. И, конечно, вы будете на донате. Там специальная программа. Скидывают деньги, там отслеживаются, сколько уже собрали денег. Поэтому без всякого обмана все будем всем миром собирать. Все, как сказать, отслежки будут, все чеки. Все-все-все будет контролируемо. Ни влево, ни вправо, чтобы деньги не уходили. Вот чисто на этот проект. На участок, на создание более естественных условий для содержания волка. Будет создан проект, более-менее приближенный к дикой природе. Вот она, келушка. Говорят, целится в шее, хочет напасть на меня. Ай, тихо, тихо. Ну, кофта-то, что ты? Вот. Идем, идем, поснимаемся. В принципе, ему и здесь неплохо, в этом вольере. Но, конечно же, хочется ему пару. Они социальные животные. И полярную волчицу, я думаю, много бы хотел увидеть народу. Чтобы у него невеста была полярная волчица. Прекращай. Кела, кела. Вот. И он будет себя, наверное, комфортно чувствовать. Эй! Видите? Пытается меня доминировать. А последнего не хотел, правда, это все делать. Но люди звонили, такие вот более... Как сказать, не более, а вот серьезные люди звонили. Хотели прям вот... Прям вот... Прям сию же секунду, говорят, сброшь тебе на участок денег. Я, ну, не могу принять такие подарки от одного человека. Да я вообще как-то не знаю. Я не такой человек, чтобы... Не мог, не могу, короче. В том, это продолжалось постоянно. Мне один, второй, третий. Ну, вот, если действительно люди хотят помочь, только вот так вот, через проект, через благотворительность, чтобы было все честно. Да, кела? В том, лично познакомимся с этими людьми. Скучал. Сегодня только приехал к нему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok